Да, всё, давай, продолжайте. Дальше, так скажем, мы расстались. Через некоторое время мне тот молодой человек, который снял первоначальную комнату, стал постоянно попадаться на пути. Но этому есть вполне разумное объяснение. У него в нашем районе здесь девушка появилась. Постоянно встречался мне на пути. Плюс приходила пару раз ко мне на работу. Я работала инструктором по спорту. У нас есть такие центры спорта в городе, которые должны, по идее, заниматься, популяризировать спорт населением. Играть в различные игры. В общем, он у меня всё время брал ракетки бальбинтонные, ходил играть. Таким образом, мы очень часто виделись. А потом, в конце лета, он попросил для своего друга, не говорил для кого, одну ночь переночевать, так как они не успели якобы снять комнату. А он прилетает на самолёте, ему некуда поехать. И этим другом оказался тот человек, которого я уже знала, который уже жил у меня дома. Не знаю, почему они так сделали. Дальше этот человек пытался меня охмурить, создать впечатление, что у нас возможны какие-то отношения личные. Мне он нравился, так как он спортсмен, не курил, не пил. Он был достаточно симпатичным, привлекательным, молодым. А вот, естественно, я как бы на это глюнула. Ну, а что делать? Всё это так было, почему? На самом деле, в КГБ, например, ещё в советское время был целый отряд таких, женский отряд назывался «Ласточки», а мужской – «Чёрный ворон» или «Вороны», просто, которые занимались именно вот такими вот. Ну, значит, «Чёрный ворон», да? Ну, будем так. Что же с вами «Чёрный ворон»? Ну, он не «Чёрный ворон», он просто хотел, так скажем… Возможно, всё так и было, что моему другу были даны деньги, а он не снял квартиру, а меня просто использовал для… Ну, вот так, ситуацию использовал. Короче говоря, он оставил меня вещи, потом, значит, через некоторое время приехал, и потом уже как-то раз приехал просто с кучей вещей, с оружием. Вот, и выяснилось, что он устраивался в Федеральную службу охраны на работу. Вот. Ну, в общем-то, увёлся он прилично, я не могу ничего сказать в тот момент. А потом случилось вот, что при устройстве на работу в службу охраны федеральной, а федеральная служба охраны – это высший, в общем-то, как бы отдел ФСБ. Честно говоря, они всё равно в одном помещении работают вместе. Вот. Естественно, все сотрудники проходят обработку ФСБ, особенно когда они устраиваются туда. Он, как-то, сказал, что идёт ФСБ сегодня, а вечером он пришёл и сказал, что… Ему сказали, ну, как бы, он рассказал, что он живёт у меня, вот такой-то, такой-то, и что я опасный человек, провокатор профессиональный. Ну, в общем, как бы, можно так сказать, что пытались его настроить против меня, плюс дали, как бы, некое задание, вот. Ну, настроить против меня я не могу сказать, что у них получилось, потому что это же совсем как-то было бы глупо. Он же меня уже знал. В общем, как провокатор я себя не проявляла с ним, по крайней мере. Вот. А то, кто я, он знал и так, и без них, в общем-то. Вот. А им вот дали задание, как бы, записать некоторые… Ну, как мне объяснялось, некоторые… Ну, то есть поставить, так скажем, нестандартные, какая-то, видимо, операции есть, по выяснению, что за человек, как бы, ставится на пару дней, буквально прослушка. А вот, прослушивается телефон, усиленно прослушивается. Ну, в пользу того, что у меня всякие маленькие детали, то есть, пересказывались там, или говорила, что это мы уже знаем, там, вот. Плюс записывалась, как бы, на видео, некий допрос, так скажем, пристрастия. Вот. Вот. Где, в общем-то, я не понимала, что за запись идёт. Говорила всякую ерунду, в общем-то. Вот. Ну, а потом просто я поняла, что, как бы, что это вообще такое, зачем это всё делается. Что, в общем-то, у Вовы, у этого человека нет никакого выбора. Вот. Что дальше будет только хуже, хуже. Ну, вообще, как бы, мне вся ситуация не понравилась. Вот. И я стала пытаться избавиться. Просто, чтобы мы не жили вместе, так скажем. Пыталась по-хорошему, как бы, так сказать, достучаться до человека. В общем, объяснить, что просто я не буду ничего там. Их провокации там устраивать. И никого вреда приносит. Просто давай, как бы, ты съедешь и всё. Но он не хотел съезжать. И отношения обострились. Вот. Мне стало очень плохо физически. В общем, я не понимала, что происходит. В общем, я списывала это на некий Вовин. Человек этого способности. То есть, к носу. Вот. Вот. Ну, как потом оказалось, что это такое вообще? На звук. Мешаю записывать. Не обращай внимания. Расскажи. Ну, это звуковое. Может, моя. В шаре звуковом. Короче говоря, да. Что-то я очень подробно, по-моему, рассказываю. Ничего. Ну, давайте понемножко, так, по-компреднее. Как Вы поняли, что Вас получают? В тот момент я, вот это был 2012 год, вот, я ничего не понимала. Ну, вот. Мне просто было плохо. Вот. И, в конце концов, у меня было ощущение, что у меня осталось жить буквально несколько часов. А вот. И, что все это быстро закончится. И, в общем-то, что мне никто помочь не может. И за помощью я, меня так настроили, что я как будто в вакууме нахожусь. И никому, в общем, не могу обратиться за помощью. Вот. Ну, в итоге я все же обратилась за этой помощью. И в тот раз мне удалось как бы решить вопрос. Вот. И человек этот покинул мою квартиру. А потом он даже как бы пытался наладить отношения, так скажем. Присылал по СМСки с поздравлениями, с праздниками. А потом пропал на некоторое время. А потом появился вот этой осенью с простреленной ногой, с палкой. И, в общем, тоже как бы мне казалось, что, может быть, он хочет извиниться. Но он, в общем-то, не извинялся. Вот. А еще через некоторое время начались какие-то странные ситуации. То есть как-то меня ссорили. было ощущение, что с какого-то внешнего воздействия. Как-то человек, у меня был бойфренд, который со мной жил. Потому что мы вместе не могли находиться, например. Вот. Так же еще до этого перестал посещать мою квартиру. Мой бывший муж. Он всегда очень любил детей. И всегда охотно с ними там сидел. Вот. И как раз после вот 2012 года пребывания этого человека здесь, он сказал, что он не может здесь находиться. Физически ему плохо. Вот. Да. Еще в первый раз фигурировали вот что-то интересный момент, что этот человек, он постоянно говорил, что когда он уже съехал отсюда, он забыл здесь часы. И что часы очень дорогие, они ему очень нужны. Вот. Ну я, конечно, потом нашла случайно. Часы лежали за шкафом. Вот. Оказалось, что это не простые часы. В часах спрятан психотронный генератор. Вот. Здесь стрелки часов можно было поворачивать отверткой, меняя как бы характер и мощность, интенсивность излучения от, так скажем, воздействия, которое было позитивным, то есть очень хорошее состояние, такой эйфории, можно сказать, то нехороших различных состояний. Вот. Поэтому вот так и нужны были ему часы обратно. Вот. Это уже выяснилось вот недавно, когда он в итоге появился, попросился жить, вот, и обещал, что все будет прекрасно. Вот. Вот. Уже в этом году, в 2013 году, о, в 2014 год, вот, просился ко мне жить, но это я отказалась. Тогда меня, в общем-то, стали запугивать, что сейчас будет хуже, сейчас будет обыск, арест и так далее. Ну и так же давили на порядочность, что, в общем, что-то приехал под ночь и со всеми вещами пойти мне некуда, и мне пришлось его, в общем, пустить, так скажем. Может быть, это выглядит абсурдно, но сработало то, что я его уже знаю давно и, в общем, я не знала, не до конца понимала, что происходит. Вот. Если я говорю, что было давление, ну, именно на порядочность, что человеку некуда ехать. Вот. Вот. Дальше все произошло очень быстро. Их оказалось двое на этот раз сразу. Он представил своего друга как телохранителя. Вот. На следующий день он меня пригласил в бассейн. Пока мы ходили в бассейн, второй человек установил аппаратуру. Тут все в квартире. Вот. Ну, и дальше уже началось воздействие генератором, который просто психику изматывает, энергетику подтачивает. И в этом состоянии также идет запись. Несколько дней там, я не знаю точно, видеокамеры я не находила, но, скорее всего, они были какие-то видеокамеры. Это была точно прослушка. Плюс все разговоры с ним, он просто говорил, что идет запись. Они совершаются перед ноутбуком. Кроме того, он мне объяснил, так как он был уверен в своих действиях, в том, что все завершится по плану. Он мне, в общем-то, комментировал все действия. Рассказал также о программе 20.20, программе по контролю над гражданским населением, который, в общем-то, сначала не очень поверил, а потом проанализировав происходящее, происходящее с другими людьми, наблюдав какое-то время за вот этой группировкой, которая, в общем-то, попала. Я поняла, что действительно есть такая программа. И она работает и работает на полную мощность. Она имеет несколько уровней, так скажем, и несколько параллельных задач, которые параллельно выполняются. Вот. И за всем этим стоят, в общем-то, спецслужбы. В данном случае, то есть, сам человек, он официальный работал. У спецслужбов его начальник, шеф, который им руководил, тоже работник спецслужб, ФСО. Вот. А вам предлагали работать? Да, мне предлагали работать, но я не могу сказать, что это, если бы вот все, что они сделали, так скажем, прошло бы удачно, что это действительно бы завершилось даже вот тем, о чем говорилось. Потому что, в принципе, неизвестно. Так скажем, могу сказать, что предложите, грубо говоря, пост премьер-министра, а потом ты будешь в публичном доме, оказывается, я такое тоже возьму. В общем-то, я видела реально, что человек хочет, ну, как минимум, просто жить на моей территории и делать, что хочет, не платить денег, допустим. Ну, меня просто это все не устраивало. Даже, может быть, он что-то и хорошее там хотел сделать для детей, например, но все это оборачивалось. Как бы я просто очень быстро поняла, что он и сам говорил, как они работают у агентов. Все, идет постоянно скачка-закачка информации, им руководят, как бы, по-моему, опять же через аппаратный гипноз, так скажем. И тут просто человек, может быть, и не хочет ссориться, а ситуации создаются такие, что идет постоянный конфликт. Но так как он сильнее меняет представитель спецслужб, у которого специализация запугивания и допрос с пристрастием, естественно, он меня подавляет, у меня от этого плохо и тут никак по-другому быть не может. все время идет одна и та же схема, хочешь того или не хочешь. Вот. Вот. А, ну, так мне предлагались-то на выбор как по некие направления деятельности. Ну, в частности, это… Меня зовут Нила Арбузова и я хочу продолжить вам рассказ о своем опыте знакомства с психотронными технологиями с программой «2020», о которой мне рассказывал один из сотрудников спецслужб, в котором мне довелось общаться. В общем, идея программы такая, что человека записывают его биофизические характеристики. Частоты происходят определенным образом взлом психики и в любой момент оператор программы может связаться с этим человеком, то есть с его мозгом и воздействовать на принятие решений, эмоциональный фон, фон здоровья, взаимоотношения между людьми и тому подобное. Вот. Мозг человека становится как мобильный телефон, а чистота – это, в общем, как номер наших мобильных телефонов. Между людьми, которые уже задействованы в программе, подключены к ней, образуется как бы живая киберсеть. Из живых людей, естественно. Вот. И все, что они видят, слышат, видит и пси-оператор на своем экране. Вот. Также можно закачивать любую информацию с человека непосредственно без его ведома. Вот. Можно скачивать любую информацию как в реальном времени, так и во сне, постфактум. Можно, в принципе… Ну, это уже… Это просто видно по агентам, которые работают, что им скидывается на заданиях просто целые документы, и они их выдают тут же информацию. Вот. можно также транслировать видео во сне, инсталлировать программы, которые взаимодействуют с мозгом человека, и могут действовать разрушительно на психику человека. Вот. Причем, если ты не знаешь о том, что такое воздействие вообще, в принципе, существует, ты будешь думать, что это просто твои сны или какие-то болезненные состояния, какая-то неполноценность и так далее. Поэтому очень важно для людей сейчас знать, что происходит, что такие технологии есть. Потому что, в принципе, как бы от них надо и защищаться, как-то бороться с этим злом. Вот. Иначе просто будет хаос, о котором не думают люди, которые используют эти технологии в целях своей наживы сейчас. Они сами не понимают, как это вообще отразится, последствия и на качестве жизни их детей, внуков и так далее, их собственных. Вот. То есть, изначально понятно, что эти технологии были созданы для повышения эффективности работы агентов спецслужб. И, в принципе, эта информация есть в различной литературе. уже совершенно свободно. Вот. От зомби-агентов есть книги. Вот. Сама программа, в принципе, была создана для контроля за гражданским населением, как мне объяснили, чтобы контролировать. то есть, в принципе, может кто-то сказать, что это хорошая вещь, хорошая технология и хорошая программа, которая поможет бороться с преступностью, с терроризмом. Вот. Вот. Но на деле, в настоящий момент, надо признать, что все это используется для псих-терроров, чисто корыстных интересов, криминальных группировок, которые, ну так скажем, взаимодействуют, это как минимум, а часто и сопряжены напрямую со спецслужбами. Что тут, как бы, уже не скроешь никак. Вот. С помощью этих технологий происходит, как отъем недвижимости. Ну, в общем, различные совершенно цели. Ну, одна из основных, в общем, как бы, это отъем недвижимости у населения. Причем еще есть, как бы, процесс обоснования такое, что сокращается, нужно сокращать неактивные, население, которое сидит на государственном бюджете. С пенсионерами и так далее. У меня, наверное, закончилось. Ну, сейчас говорилось, что... Ну, вот. То есть, конечно, так, в принципе, тоже, опять же, мне, допустим, изначально предлагали уже поработать с одним из таких пенсионеров. Я, правда, не поняла, в чем дело. Ну, просили пообщаться. Ну, вот. В принципе, конечно, это люди уже за гранью, так скажем. Часто пьющие, одинокие. Ну, естественно, все равно это не повод, чтобы вот таким способом от них избавляться. Конечно, тут, в общем-то, они живут и особо вреда их никому не приносят. Понятно, что все это делается просто из-за того, что у них есть квартиры, в которых они живут. Ну, плюс, да, наверное, какая-то экономия для бюджета. Ну, это все какие-то варварские методы, и они не могут служить вообще оправданию подобных действий. Вот. Также по опыту общения уже с другими жертвами стало понятно, что часто мишенями для террора становятся просто женщины, которые понравились кому-то из авторитетов в этой среде. И так же происходит набор в банду нужных людей, специалистов. Вот. И во всех этих случаях можно говорить не о том, что люди сотрудничают или как-то задействованы. Речь идет фактически о рабовладении. И именно эта идея, это не метафора, это именно рабство. Именно эта идея сводит с ума людей, которые причастны и конкретно задействованы в этом психотронном аттракционе. В моем случае формальным обоснованием для включения в программу была озвучена моя какая-то политическая активность, хотя она, в общем-то, была не такая сильная. Масса людей, которые гораздо активнее занимаются общественной работой, разбираются в политике и уже занимаются ею. Но у меня тоже было определенное уже какое-то досье. Мы выступали еще с 2010 года против реформы образования. Участвовала я в митингах, различных пикетах, круглых столах. Была наблюдателем на президентских выборах. Там тоже у меня был конфликт. Да, вон таки, который потом привел, был озвучен, в общем, в прессе. Им подавали заявления различным следственным комитетом, прокуратурой. Была месть за это наблюдение на выборах, когда нам исписали матом стены, квартир, двери. Но данный псит-террор, я не думаю, что был связан, он не был связан с конкретными людьми, с которыми был конфликт. Но формальным обоснованием для того, чтобы меня включили в это задание, это тоже фигурировало как часть всего. Я довольно часто участвовала в пикетах, в поддержку Олега Швинина, в Монпеле участвовала, в проверках. Подавала заявления по поводу проституции на экономическом форме 2013 года. Я поддерживала проект «Честный Петербург» таким образом. И в моем случае, да, формальной причиной была политическая какая-то активность. Но я хочу сразу сказать, что это далеко не всегда. И, слава Богу, сейчас до среды общественников это еще, я так понимаю, не дошло. Может быть, я была первым таким опытом. И среди жертв и террора, в общем-то, аполитичные люди преобладают, а часто даже последовательные приверженцы Путина, которые, я так понимаю, что изначально были такими и не изменили самого кумира. Несмотря на все вот это, что с ним происходит. Ну, это, так скажем, формальные основания, а истинные причины, они всегда другие. Чаще всего это корыстные экономические причины, либо какие-то личные. Ну, также придумывается вот уже для, как бы, для убеждения жертвы в том, что она греховна, должна быть наказана и, может быть, для успокоения совести самих исполнителей и выдуматься различными вредовые причины. Одного человека там будут укорять, что он лесбиянка или гомосексуалист, а другой, например, что она слишком любит мужчин, наоборот, противоположный пол. Одного травят якобы потому, что он русский, и изображает при этом каких-то жидов, а другом будут говорить, что, наоборот, он лжит, и травят его, как бы, изображая националистов. И все это может даже меняться. У меня это менялось с одними и теми же людьми. Сначала это было одно и другого. То есть, ну, политические взгляды, это, как я уже сказала, не основная причина преследования. Вот. В моем случае мне, в общем, было предложено работать крысой в оппозиционной среде. В общем, я подумала, что по старинке мне придется писать доносы, но мне сказали, в принципе, что доносов писать уже не надо. Дали понять, что идет скачивание со всех, кто в программе, со всех агентов, идет скачивание всей информации, все, что они видят, слышат. И, в общем, люди, попавшие в программу, это как видеокамера на ножках. Причем это видно даже по работе тех людей, с которыми я соприкатилась. Они когда не хотят попасть просто в кадр, они резко отворачиваются. Ну, не хотят по каким-то причинам, они хотят, чтобы у них тоже есть какие-то свои, так скажем, что-то остается свое предпочтение и какие-то свои интересы. Ну, естественно, я отказалась, и с этого момента начался, в общем, прессинг уже такой конкретный. До этого они думали, что они, в общем, сделают минимально то, что надо. Проведут снятие частот, запишут, ну, как бы проанализируют, как бы психоаналитически, они анализируют, что человек из себя представляет, что потом в случае чего можно было эффективнее манипулировать. Вот. Ну, также мне намекалось, что, вернее, ну так, вскоре говорилось о том, что можно работать в таких фейковых общественных организациях. В частности, говорилось о том, что можно было бы создать общество помощи, поддержки ветеранов. Ну, в общем, мне потом тоже понятно стало, зачем такое общество. может заинтересоваться от этих людей. Опять же, чтобы этих ветеранов стареньких коэффективнее разрабатывать. Вот. Кстати, говорят, человек, говорит, про человека, с которым мне предложили поработать, пенсионер, мне сказали, что он работает в полиции. Работал в полиции всю жизнь. Потом я видела целую коробку с документами, она была у меня дома. Он оказался простым рабочим, который разнорабочим. То есть работал всю жизнь на самых разных работах и ни разу в полиции не работал. Вот. И, скорее всего, как память, мне говорили, что он потерял память, ничего не помнит. Но мы помогаем. Память, скорее всего, потерял просто в результате воздействия того же генератора. Но если человек еще пьет, если пожилой, то это, в принципе, нет. Ничего такого в этом удивительного нет. Но также мне стало понятно, что из таких людей, как я, можно легко сделать управляемого липого функционера от оппозиции, якобы от оппозиции, подтолкнуть его, потом использовать. В кардинальный момент он будет действовать именно так, как надо им. Это практически нельзя прогнозировать. Это очень, действительно, очень опасно. Попасть в эту программу. Я просто призываю быть осторожнее с различными. И с интернетом, и со скайпом. Вообще в различных контактах с спецслужбами, с какими-то даже с правоохранительными органами. То есть стараться, чтобы это не записывалось на виде, говорить поменьше и так далее. Хотя не знаю, спасет ли это, если уже есть задание. Вообще смысл программы в том, чтобы подключить к ней как можно больше людей. И потом нажимать просто как на кнопки на них в определенных критических ситуациях. Многие говорят, ой, какие-то огромные затраты. Как это, зачем это надо, да? Это невозможно. Но никто не собирается все время шевелить ваши правой и левой ногой дистанционно. Будут воздействовать, когда надо. Когда вы хотите принять где-то участие, выступить, встретиться с какими-то людьми. То, что нежелательно считается для тех или иных людей или для власти в целом, так скажем. Вам просто не дадут это сделать. Сделать так, что вы заболеете, будете плохо себя чувствовать. В общем, все это делается с помощью аппаратного усиленного гипноза. То есть это гипноз на расстоянии. Настраивается аппаратура на вашу частоту. В принципе, не надо быть сильным экстрасенсом абсолютно, чтобы этим пользоваться и применять эти методы. Потому что это делается с помощью аппаратуры. Аппаратура распространяет мысль. Вам не надо ничего. Можно мысль, можно картинку, можно видео. Мозг инсталировать. И вот таким образом влиять на решение поведения, добиваться нужных результатов. Продолжение следует... Продолжение следует...